Здравствуйте, с вами Календарь Рыболова на канале Трофей. Листья продолжают укрывать землю, погода становится более пасмурной, середина осени в разгаре. Но несмотря на это температура не только не упадет, а также повысится, что позволит нам с удовольствием ловить даже самую привередливую рыбу. На этой неделе мы будем ловить плотву, густеру, судака, чехонь, щуку и окуня, но обо всем по порядку. Погода будет пасмурной и дождливой, однако дожди будут теплыми. Синоптики обещают ясную погоду только в пятницу. Температура, несмотря ни на что, будет довольно высокой для середины осени. Днем ртутный столбик будет колебаться от 16 до 21 градусов, а ночью от 8 до 12. Для лоули-рыбы такая температура в сочетании с теплыми дождями будет только на пользу. Она чаще будет появляться возле поверхности водоема и подходить к берегу. Атмосферное давление будет пониженным. К концу недели ртутный столбик упадет с отметки в 750 до 735 миллиметров. При пониженном давлении рыба становится более активной и немного чаще выходит из своих укрытий, так что для рыболов это будет только в плюс. Плотва значительно покрупнела, собралась в стае и обрела свое убежище в донных ямах. Прежде чем начать рыбалку, ее нужно как следует прикормить, что и станет залогом успеха. Погодные условия позволят рыбе выйти из убежищ и снова активно кормиться, что значительно облегчит рыбалку. Ловим на поплавок. Густера также начинает собираться в стае. В теплую погоду она ближе всего к верховодью. Наилучшая ее ловля проходит на обрывистых берегах, где глубина берега достигает не менее двух метров. Лучшие часы для ловли будут с 10 утра до 6 вечера. Следует заметить, что густера любят солнечную тихую погоду с легким ветром, поэтому наилучшим днем для ее ловли обещает быть в пятницах. В дождливую погоду она предпочитает находиться на дне. Пока температура держится выше 15 градусов, чихонь продолжает жировать. Эта рыба также любит теплую погоду. На этой неделе ее можно будет встретить вблизи поверхности водоема. Лучшей снастью будет, конечно же, спиннинг. В качестве приманки рекомендуется использовать живца в виде малька или червя. Окунь уже собрался в стае. Для успешной ловли необходимо найти лишь подходящее место. Теплые дожди вряд ли остановят эту рыбу от активной кормежки, поэтому при правильном подходе у рыболовов есть все шансы на поимку нескольких особо крупных откормленных экземпляров. Так как вода стала более прозрачной, рекомендуется замаскироваться получше, иначе рыба может покинуть место кормежки. В качестве приманки используют мелкие экземпляры уклейки или плотвы. Воблеры и блесна отлично себя покажут при ловле щуки, жировка которой достигает своего пика. Самыми злачными местами будут места водоема с илистым дном или прогалины прибрежных водорослей, где щука будет устраивать засаду. Спитинговое удилище с плетеной леской и правильно подобранной наживкой обязательно принесут результаты. Вам останется лишь выбрать место и экспериментировать с проводкой. Джиговые приманки будут как никогда полезны при ловле судака, который большинство времени проводит на дне. Судак будет крайне осторожным, поэтому советуем взять тонкую плетеную леску. С зацепом рыбы на крючок проблем не возникнет из-за ее агрессивного хвата. Почувствовав рывок, необходимо быстро оттянуть рыбу ото дна, иначе она спрячется в норе и встанет угроза обрыва лески. Подведем итог. Погодные условия в сочетании с низким давлением обеспечат хорошую активность рыбы в водоемах, несмотря на частые дожди. Наиболее удачным днем для рыбалки будет пятница. Плотва и густера будут держаться вблизи верховодья. Судак и чихонь порадуют необычной для этого времени года активностью. Также у вас будет больше возможностей для вылова трофейной щуки и окуня. В целом, при правильном подходе, эта неделя будет достаточно благоприятной для рыболова. На этом мы прощаемся с вами и ни хвоста, ни чешуи.